Глава Ленинского района Валерий Венцель держит проведение реконструкции центральной части города Видное на личном контроле. Еженедельно на месте проходит заседание штаба по строительству. В начале встречи ответственный за объект Кирилл Балабанов отчитался о проделанных за неделю работах. Выполнить обустройство детской площадки с установкой МАФ до 14-го. МАФы на данный момент завезены. Работы по подготовке мы как генподрядчик начали выполнять самостоятельно с вчерашнего дня. К 14-му будет готово. Одним из важных вопросов стала готовность пешеходной зоны к 14-му сентября, когда будет отмечаться 90-летие Ленинского района. Мы просто чуть потихонечку должны периметр стройки сдвигать. То есть мы сделали, чтобы это было нормально по-человечески. День города, день района. Миграция большая. Наша задача, чтобы много людей из этой части города перешли на стадион Металлург. Поэтому нам нужны все тротуарные зоны. Строители пообещали, что к празднику все тротуары будут готовы. После совещания глава вместе с представителями штаба оценил ход проведения работ. Они осмотрели, в каком состоянии находится Тимоховский пруд, который в настоящее время осушили для очистки. Также обратили внимание на то, каким способом будет засеян газон на склонах. Про гидропосев говорили. Да, это будет хорошее решение сделать посев таким способом. Почему газон цветущий и невысокая разнотравия? Потому что на склонах его тяжело будет косить. Поэтому было принято такое решение. Глава посетил мемориальную зону Аллеи Славы, проинспектировал будущий фонтан возле детской площадки и отдельно остановился в точке, где будут сосредоточены спортивные объекты. Так называемая полусфера – один из элементов будущего скейт-парка, не имеет аналогов в России. Компания, занимающаяся строительством, берет на себя его дальнейшую эксплуатацию. Будут правила поведения. Мы посотрудничаем с местными спортивными организациями. Более того, мы сотрудничаем с Федерацией скейтбординга России. Они уже сейчас хотят провести здесь чемпионат России среди девочек. Полностью завершить реконструкцию всей территории планируется до конца октября. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.